Украине помогает 50 государств. Это не преступление. Украинская армия есть наиболее развинанную и доцвеченную армию в Европе. Просто поведомила евродепутатка Данута Хюбнер. Срочные новости. Зеленский только что заявил, что мы всем миром обязаны и способны прямо сейчас заставить Путина прекратить эту войну. За ее словами, ЕС, как и Украина, потребует Союзу и США, а НАТО вона назвала рецептом безопасности. Но Европа также должна строить свой производительный потенциал. Тут Украина есть хорошим примером, потому что она также во время войны развивает свой производительный и технологический потенциал. И, может быть, она более развинана армией в Европе. Другой день поспіль видание Политико выдают на гора такие недосить приемные для Украины материалы. Вчера мы говорили, обговорювали их материал про то, что Трамп фактически поддерживает позицию Путіна у войны. И Трамп будет тиснуть на Украину, чтобы отмотиться от частини территорий. И обмеживать допомогу и так далее. Сьогодні Политико выдаёт инший материал. Десятки экспертов боятся, что міст до НАТО для Украины сможет обернуться за грозами. Ці десятки экспертов написали целого листа. И они попереджают, что это может быть эскалация. И развал коалиции, которая поддерживает Россию. И поддерживает союзников и так далее. Ну, страшный сон просто. Только міст Украины до НАТО. Даже не политическое запрошение, а просто новое формулювание каких-то контактов. Что вы про это думаете? Паня Лариса, знаю очень много из тех, кто подписал этот лист. И, маю сказать, что декого даже поважаю. Далеко не всех, конечно, но декого. Эти люди мают иншу оценку и, власне, иншу амбицирую, чем я, чем те, кто последовательно поддерживает. Но большинство экспертов, которые сегодня в Вашингтоне, вважают, что Вашингтонский саммит – это саммит изморнованных возможностей. Так, он не будет пустым. Там будут интересные вещи, вы увидите. Это будут, на самом деле, важливые для нас решения и по зброи, и по адаптации до стандартов НАТО. То есть это не то, что там совсем пропитали, но в сенсе политических и геополітичных возможностей – это сморнована история. И именно то, что часть Захода живет в этой ментальности, как ее назвать, после Холодной войны, которая говорит, что давайте постоянно с Россией договориться про какой-то баланс. Про какой баланс – это иншая Россия, инший Заход, власне, иншая Европа, иншие Штаты, да и Китай – инший. И когда мы живем в этой ментальности, это означает, что тогда вообще значит мать Заход 21-го столетия. Что такое НАТО 21-го столетия. Я вважаю, что разговаривать с этой Россией может быть другая Россия, но она точно не будет ни завтра, ни послезавтра. Мы с вами прекрасно понимаем. Нужно говорить с позиции силы. Если мы не говорим, что Украина – это часть Захода и часть Европы, а что? Для нее тогда должна быть другая модель безопасности, а если так, то тогда вообще безопасность как лего, которая не собирается. Воно таки фрагментовано. Там те працює, там те працює, и вешті-решті ничого не працює. И вот экспертов и дослідников, которые считают, как я, на самом деле больше, чем 60, больше, чем тех, кто подписал этот лист на одну стринку. Но на сегодня в американской администрации логика такая. Пока что идемо, как идемо, после выборов, возможно, наша стратегия и наша политика изменится. И давайте идти контрольованным шляхом. Но Путин это тоже хорошо понимает и это использует. Скажите, пожалуйста, можем мы сделать висновок с вами в нашем эфире, что Путин более креативный и более агрессивный, ну не то, что агрессивный, ну не то, что агрессивный, но не то, что агрессивный. Он постоянно придумывает новые нестандартные ходи, новые нестандартные контакты. Не боится, там, деяких речей, для большинства это табу. Я маю на увазі там Півничную Корею и все другие, с кем он контактует. Тобто, пока Захид пытается договориться, Путин сейчас креативить и выставляет новые умовы гри. По суті, вы граете. Я не вижу никаких особенных нестандартных ходов. И я не вижу, товарища в лапках Кимчинина, как какой-то нестандартный ход. Это, насправді, дратует не только Захид, это дратует японцев, корейцев, но и китайцы с этим не очень, как и есть. У них своя логика геополітичная. Чи зашов Путин з якихось нестандартных карт останнім часом, не бачу жодно. Но те, что Путин делает, и те, что Захид, на жаль, не может сейчас отбить, он грает на этой логике Захиду, поддерживаемо столько, сколько нужно. Вот эта логика контрольованности, керованости, менеджованности, називайте ее как угодно, Путин научился ее использовать, поднимая ставки. Иногда, поднимая ставки прямо, как в контактах с Певничной Кореей, как вы сказали, а иногда блефируя, но блефируя довольно успешно, играя на почутках, страхах и занепокоенностях частины Захода. Вот это он действительно научился. Так же, как он научился использовать аллергию и определенное не с принятя, ну, того, что называется глобального півдня, оскільки я не люблю это поняття, не с Захидного света, скажем так, до Заходу. Это он тоже научился, и делает это, на жаль, все лучше и лучше. И с этим у нас также есть проблемы. Но я не сгоден, что у него есть какие-то нестандартные ходи зараз, которые фундаментально ставят нас, или Захид в стан Цуксвангу. Он просто поднимает ставки, и то, что делает Захид с контролированою реальностью, это помилка в том смысле, что от реакции на то, что делает Путин, нужно перейти до проактивности, до того, чтобы демонстрировать не только властную стойкость, а попереджувати Путіна на два кроки. И это Захид может сделать, но тут пока нет лидерства, нет политической воли. Чего не вистачає сучасному Заходу, это реальное лидерство. От вы сказали, что певные контакты дратуют Китай, зокрема контакты с Північной Кореей, а чему, власне кажучи, чему, что там за проблема между Північной Кореей и Китаем? А оскільки Китай завжди хотів би мати Корею разделеною, так, чтобы Північная Корея залежала от него фундаментально, насправді так и есть. А сейчас Китай очень спокойно и чистово, но, тем не менее, втрачает свою монополию на режим Кимченина. Для Китая это непростая история. Надо менеджировать и Путин, и Кимченина. И, вообще, ситуация ускладывается на Далеком Сходе. Путин может дать певные додатковые військовые технологии вместо тех боеприпасов, которые постачаются с Півничною Кореей. Это также использование певно-корейских ракет не с боевой, какой с целью на нашем фронте, а с того, чтобы их нацеливать лучше. И ця история потом выключает однозначно дуже жаркую реакцию американцев, японцев и певденных корейцев. Китайцы це розуміють. И розуміють, что через це Путин, як в дзюдо, намагається тиснути китайців. И китайцям це не подобається. Пів-16 – це такий универсальний самоліт, который не тільки там може нести все види авиаційного вооруження, но он еще работает в командной линии «Делинк-16», которая позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановці, при этом он не включає свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За це сделає для него средства разведки – космические и воздушные. Взбивать такие самолеты будет сложно. Поэтому уничтожать их в местах базирования – одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается. Он поднимает эскалацу дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про БРОС сказали – уничтожать их в местах базирования. Уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь представитель ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО – там Румыния или Польша.